доброго вам здоровья два дня покатушек вот на этом транспортном средстве не прошли даром и меня еще до сих пор потряхивает такую погоду на каком-то автомобильчике ездить без крыши не очень приятно немножко простудился возможно буду немножко говорить и так здесь что что по что поменялось на данном этапе на данном этапе сделался новый руль старый руль где подшипники стояли в центре и труа была с одной стороны подшипников варена с другой стороны вот эта штука была сюда варена она постоянно лопала потому что подшипники металл очень сухой и сварку не держал он лопал сейчас по совету одного из наших зрителей я подшипники вывел вывел на краж на камеру на на сторону вот здесь со стороны стоит подшипник тяга или как ее сушка эта рулевая приварена на трубу соответственно и с этой стороны тоже самое вот труба идет и вот труба идет а подшипник уже там сейчас к подшипнику даже не приварено просто она вставлена и все вот он старый руль вот так он был сделан вот те подшипники это подшипник помпы какого-то автомобиля я сначала его пытался законтрагай потом я отрезал заваривал здесь резал заваривал но все равно не она не держала все равно лопала сейчас же вот здесь была приварена вот это вот рулевая я сейчас она приварена до трубу то есть сейчас вот этот элемент состоит из тяги трубы и трубы которая вот в этот кронштейн который крепится руль заходит сейчас разобрать эту систему очень легко снять рулевые наконечники открутить где-то с одной или другой стороны и это все вымется потому что труба вот эта труба в подшипник просто вставлена даже не заварена то есть она вымется и даже если она немножко провернется ничего страшного не происходит благо вот таких подшипников найти можно в огромном количестве где-то на станции техобслуживания или у того кто меняет ремни ролики и если бы вот этот совет по поводу вот такого расположения руля подшипники только с каждой стороны был бы раньше я скорее всего вот этот механизм вот этот тоже делал бы на таких подшипниках и вы так как я говорю ну да ладно уже там все сделано все это мы откладываем сторону про руль значит вот эта часть здесь у нас переключение передач это полетачку пониже поставлю и покажу почему так получилось вот переключение передач вот это вот переключалка передач находится довольно высоко если бы днище было автомобиля вот так она бы торчала и так как любой водитель знает центр днище автомобиля это самое больное место всегда там ловится какие-нибудь бугры поэтому было решили принято решение творить вот такую конструкцию она становится защитой вот этого узла переключения передач ну и так как вот здесь уже появились вот такая увеличение утолщение днища то и сделали вот такие расходы для жесткости потому что нижняя часть то есть в данном случае нижняя так верхняя часть направляющих вот это крыльц она разрезана и она не имеет жесткости то есть автомобильчик получился не очень жесткий он скручивается за счет этого она будет как-то его немножко держать вот так это все закрывается закрывается довольно толстый ну как довольно толстым я не знаю может миллиметра полтора нержавейкой думал тоненькой жестью закрыть чтобы легче было но решил так как вот эта часть будет часто попадать царапаться и прочее был у меня вот такой кусочек нержавейки я его сюда установил сейчас он закрывает вот этот узел и сейчас или сам или эти будут кататься где-то будет безопасно попасть на на тот же бордюр перескакивать наскачить и это не принесет нержавейка не ржавеет не царапается то есть царапается но выжарить после поцарапания на нибудь а еще момент вот здесь появился вот такой натяжитель цепи здесь был пытался я делать натяжитель с автомобильного ролика натяжителя но он очень жесткий и ход у него очень мало маленький вот этот как бы сама то по жесткости и сейчас цепь перестала проскакивать вот так же она вот эта часть отнесла немножко цепочку от от рамы потому что когда к нагружалась колесо сбоку вот когда нагружалась колесо цепь если было ровно она стремилась и прижималась уже к вот этому этому кусочку подвески все с этим все сейчас я по быстренькому закручиваю эту защиту на место и переворачиваем наш автомобиль на ноги и я показываю что по и поменялось с той стороны пока еще могу перевернуться но наверное получится довольно тяжелый перемычки здесь варивались не столько ради того чтобы она жестко стала настолько ради того чтоб совпали все швы вот этих все вот мы прикрутили пол вот такой вот красивенький получился хотя очень дорогой вот этот кусочек железа стоит аж 140 рублей можно было в интернете найти чуть чуть дешевле но не намного так получилось вот сейчас можно уже сюда спокойно заходить вот и вот так она мы будем восседать на этом транспортном средстве вот здесь закрылся закрылся балл заказалась звездочка и цепь здесь вот эта часть будет закрываться вот таким образом и вот это будет все уже багажное отделение или тут еще будет аккумулятор двигатель ну и поверху это будет такое большое сидение для заднего пассажира это способ как себя заставить как заставить себя работать когда не хочется надо кого-нибудь нанять на работу но не не за бесплатно а все-таки нанять и лень будет отходить на на второй план потому что жаба будет давить деньги куда-то идут значит надо работать вот так заставить тебя можно работать благодаря вам у меня появились вот такие зажимы был у меня очень толковый комментарий по поводу того как сделать зажимы для верхней сдвижной крыши вот этот зажим будет приварен к верхней крыше вот таким образом он открывается и в любом месте он может даже вот эта штука которая считал что будет мешать она в принципе не мешает потому что зажим открывается намного дальше чем чем стоит вот эта стойка она будет не будет его мешать вот так он будет делать и вот так вот возможно его надо будет сделать съемным потому что вот в этом месте чтобы полоску крышу снять его придется откручивать как это сделать я об этом еще думаю но и в завершении нашего видео я хотел бы поблагодарить всех тех кто принимает активные участие в постройке нашего автомобиля также всех тех кто пишет просто комментарии для продвижения этого видео вот такие казалось бы вот сейчас казалось бы простейшая вещь вот как он фиксатор столярный зажим столярный кто-то кому-то это обычная вещь и ничего серьезного то есть ничего тут сверхъестественно нет в его применении но я во-первых даже честно сказать я скорее всего даже не знал о его существовании потому что нигде у нас в кобрине допустим магазинах не было ничего подобного когда я объяснял показывал фотографии ну человек люди специалисты кивали но сказали такого нету я нашел его в интернете стоит она 13 белорусских рублей это сколько долларов 5 вот так что спасибо вам за вот эти советы также вот этот руль который обновился новый вот сейчас он мне начинает нравиться то все положение которое было тогда мне категорически не нравилось опять же я не видел при использовании вот этих подшипников я не видел возможности привариться именно все на трубу сейчас приварено все на трубе подшипник стоит сам по себе и здесь подшипник стоит сам по себе а вот это рулевая тяга рейка как мы назвать общая труба и сюда опять же ушла труба то есть труба приварена к трубе здесь нечему ломаться максимуму тут что-нибудь может погнуться ну сварка применяется углекислотная она не такая сухая как дуговая поэтому мне кажется качество сварки здесь будет неплохое так что вот и спасибо и тому кто советовал мне сделать именно так вот здесь еще такой вроде бы как ну вопрос ни о чем вот остается пространство открытое на улицу вот здесь и соответственно в другую сторону тоже вот стоит его зашивать или пускай здесь во первых гуляет воздух раз а во вторых ну песок который будет он может скатываться сюда а здесь его можно дунуть компрессором и он будет выскакивать вот это как бы тоже вопрос надо вот эту часть зашивать или не надо вот здесь скорее всего вот эту часть я думаю надо зашить опять же может не зашивать может тоже будет в основном ноги будет здесь то есть севши с мокрыми ногами подсыхать они будут где-то в этом месте и опять же здесь будет песок его тоже можно будет легко скинуть вниз вымести на улицу, так сказать надо сюда люк сделать, чтобы когда надо песок вымести открывался вот, опять же напишите, иногда вопросы, которые я задаю, ну может кажется со стороны, да и мне самому какие-то глупые и наивные но иногда в ответах находится очень интересное решение поэтому пишите мне будет интересно все ваши, интересны все ваши комментарии, я их не очень начитаю по возможности, которые с вопросами я отвечаю вот, на этом мы закончим куда мы будем двигаться дальше скорее всего, дальше вот, просится закрывать задняя часть доделываться задняя часть, но она будет доделываться уже тогда когда будет сделана крыша так что, скорее всего следующий этап работы с этим транспортным средством это будет крыша надо сделать крышу надо вот эти вот сделать жестянки, которые будут уголки, которые будут держать стекло стекло и по поводу стекла я все-таки склоняюсь почему-то к настоящему стеклу разговаривал я с мастером который, ну, вклеивает и вырезает стекла в автомобиле он, ну, рекомендовал все-таки рассматривать стекла настоящие не клеить их двух потому что это очень толстый сэндвич получится а клеить с одной стороны и клеить не обычной пленкой тонировочной а у нас есть тут ребята, которые профессионально занимаются склеиванием стекол и они могут вот эту пленку наклеить довольно толстую армирующую изнутри и она будет защищать человека от разбивания чем он аргументировал во-первых оргстекло будет видно что оно не ну, как бы не настоящее оно будет или так согнуто или так и вот эти блики будут это все показывать также оно ну, со временем оно будет становиться матовым да, мне рекомендовали обклеить его снаружи оргстекло и по мере того как пленка тонировочная или какая будет царапаться пленку можно снять и приклеить другую да, я этот вариант тоже рассматриваю но пока думаю про стекла потому что и то и другое даже оргстекло будет дороже станет мне чем скорее всего настоящее стекло конечно настоящее стекло будет намного тяжелее вот этот вопрос в данное время я еще решаю и когда вот эта часть сделается здесь молдинг уплотнитель который будет опять же по вашему совету я сейчас рассматриваю уплотнитель от холодильника он сразу с магнитом и он сразу плотно закроется то есть щелк и он закрылся вот но опять же может его тяжело будет как холодильник я же потянешь ту дверку пока откроешь здесь придется вот так двигать не знаю это я еще рассматриваю вот когда крыша рамка вот которая будет держать стекла здесь рамка которая будет стекла это все будет какой-то размер это все соберется и когда это все соберется станет вот здесь уже будет понятно покуда отрезать вот эти рельсы сейчас они нарисованы вот так их отрезать но я думаю этот размер изменится за счет того что у утолщения вот в этом месте соединения этих крыш никаких дверей дверей пока я не делаю оставляю на данном так как оно есть буду пока прыгать через верх буду представлять себя пилотом формулы 1 не во все машины посадка очень удобная если взять вот какие-нибудь машины более низкие так под спортивную чтобы туда залезть тоже надо выкрутиться тот же газ 69 по-моему он же козли там дверька такая узенькая там тоже надо туда влезть так что будем надеяться что посадка в этот транспортное средство будет не самая неудобная из всех автомобилей которые были когда-либо выпущены на этом я эту болтовню заканчиваю еще раз спасибо вам за все предложения и комментарии всего вам хорошего до свидания и главное мирово взвеситься забыли я уже второй раз обещаю взвеситься и забываю ведьмин правда только 20 килограмм поэтому чтобы был больше я бы завязал и поднял бы все за раз но буду вот таким образом и так сколько здесь будет нет больше 20 килограмм и первая ханять так должен быть больше 50 будет значит сейчас привезем напольные электрические весы вроде дома а если подложить 4 раза под каждое колесо вроде бы Юрий Беляев у него это получилось потому что он у него был трехколесный если мы поднимаем одну ось она больше нагружается потому что с ней поднимаются еще вот эти два колеса по диагонали поэтому мы должны взвешивать по осям сейчас мы будем пытаться через досочку загнать этот наш автомобильчик это конечно тоже все не точно но примерно вес мы будем знать все нули есть ого еще его туда затянуть кусок работы выключились были сорок два сорок вот не держи все стоит 43 килограмма перец изначально когда я начинал все это делать я мечтал войти килограмм 150 без аккумуляторов возможно без двигателя но двигатель там не очень тяжело будет скорее всего сейчас мне кажется что 150 килограмм мне войти не получится вот здесь вот здесь держится так поляр есть и задержаем 36 килограмм там сколько было 43 43 43 36 80 из одного килограмма вот сейчас у нас уже 80 килограмм верхнюю крышу не ставлю потому что она намного сильнее намного больше станет тяжелее когда у нее уже станут вот эти стекла какие они будут стеклянные это будет очень тяжело или пластиковые более легко это покажет время все все что должен был сделать еще раз вам еще раз вам мера